Дело было в небольшой деревне. Всего это поселение насчитывало не больше десяти домов, которые обогревались дровами. Вот жители и заготавливали себе поленья летом, принося их из лесу. Здесь жила скромная старушка. Как-то раз она пошла в лес, чтобы набрать дров. Она отламывала ветки от поваленного дерева, когда услышала, что кто-то скулит. Оглядевшись, бабушка увидела недалеко от себя маленького волчонка, который угодил лапкой в капкан и жалобно плакал, не зная, как выбраться. Очень уж стало жалко зверя женщине. Она освободила несчастное животное и направилась снова собирать ветки. Только вот волчонок шел по пятам и не отставал от нее. Снова жалившись, старушка взяла его к себе в избу. Там она заботилась о малыше почти два месяца. Но каким бы игривым ни был дикий зверь, его место в естественной природе. Женщина это знала. Поэтому, когда волчонок окреп, она отнесла его на ту поляну, где недавно спасла и отпустила. Малыш убежал вглубь леса. Прошло два года. Однажды зимой летние запасы дров кончились, и бабушке снова пришлось пойти за ветками. В лесу у нее закружилась голова, она упала, потеряв сознание. Через некоторое время, придя в себя, она почувствовала, как об нее трутся щенки и взрослая собака. Она открыла глаза и вскрикнула, потому что по ней ползали волчата, а рядом стояла гордая волчица. Животное медленно развернулось и побрело вглубь леса, за ней побежали ее малыши. Именно в этот момент старушка увидела, что ее спасительница прихрамывает на одну ногу. В этот момент бабушка поняла, что не умерла от холода здесь среди деревьев благодаря когда-то спасенному ей волчонку, который вырос в прекрасную и добрую волчицу. Дорогие подписчики, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!